КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ Ну и, так сказать, эта очень сложная процедура решается вовсе не в коллективе. А вот, что касается коллективных трудовых споров, то они требуют специального и самостоятельного рассмотрения. Причем о спорах мы можем говорить и тогда, когда они идут словесно, и тогда, когда они выражаются в определенных действиях. В том числе связанных с той или иной приостановкой производства. Однажды был поставлен вопрос таким образом, давайте мы у вас в аренду возьмем средства производства, и прибыль вся наша. Ну если средства, мы же работаем, мы создаем. Вы ничего не делаете. Давайте ваши средства производства, мы вам заплатим за аренду. Ну это, так сказать, некоторые полемические приемы в ходе этих бесед, переговоров. У нас в этом разделе есть такие темы, как представители работников и работодателей в социальном партнерстве. Это очень непростой вопрос, потому что прежде чем с вами кто-то будет разговаривать, должны быть определены те субъекты, которые по закону обязаны этим заниматься. Или с кем будут разговаривать. Потому что мы выяснили, что в плане индивидуальных переговоров никто, в общем-то, особенно и не обязан разговаривать с работником. Ему могут давать разные указания во время работы, обязательные к исполнению. А что касается времени после работы, ну тем более никто, так сказать, не обязан с ним разговаривать. Поэтому в рамках индивидуальных разговоров, переговоров ничего, так сказать, серьезного в решении проблем, которые затрагивают интересы работников, не происходит. А вот коллективные переговоры ставят в законодательстве. Законодательство ставит вопрос о том, как сформировать тех людей или как уполномочить тех людей, которые от имени коллектива будут переговариваться. Значит, как в законодательстве решается вопрос? Решается вопрос очень просто. Если за этих людей больше половины числа работников высказалось, то они могут проводить переговоры, если оно их уполномочило. А если больше половины не уполномочило, я скажу, вы кого представляете, собственно говоря? Если я генеральный директор, а вот нас много, сколько много, больше половины, меньше половины, дайте документ. Покажите протокол вашего собрания или дайте копию. Нет у вас такого. Все и до свидания, никаких разговоров. То есть переговоры, коллективные переговоры или переговоры работодателя с коллективом, они могут происходить на законном основании. Так, чтобы нельзя было от этого уклоняться, от этих переговоров. Или, если будет уклонение, то применяются всякие нормы устрашающие. И поэтому, вот есть даже такая статья, 54-я, ответственность сторон социального партнерства. Где ответственность, имеется в виду за непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров. Или не выполнения договоренностей, которые были сделаны. Но если вы заглянете в другие юридические документы, а их таких, ответственность надо искать в каких документах? Таких документов два. Это, во-первых, это уголовный кодекс, и там вы никакой информации по этому вопросу не найдете. Ответственность не уголовная, не связанная с лишением свободы. А в кодексе административных правонарушений, вот за эти отступления от нормы, за уклонение от переговоров, за неуполнение принятых соглашений или коллективных договоров, ну вот, скажем, 5 тысяч рублей должен платить работодатель. Ну, на фоне нынешних зарплат представителей работодателя, которые достигают, скажем, в Роснефти 30 миллионов в месяц, это выглядит, по крайней мере, наивно или смешно. То есть формально ответственность есть, а реальной ответственности нет. Поэтому вообще надо сказать, что вот этот, какой взгляд юридический на этот вопрос, вот у нас есть комиссии, вот у нас будут переговоры, вот по итогам переговоров будет заключен коллективный договор или соглашение. Значит, нет еще ни одного хорошего коллективного договора и не было, который был бы заключен просто на переговорах. Вот мы разговариваем. А что такое коллективный договор? Если он улучшает положение работников, то есть такой документ, который улучшает в значительной степени положение работников, то он требует того, чтобы часть, созданная работником стоимости, из дохода работодателя перешла к работникам. Правильно? Причем перешла не в разовом порядке, а так сказать, как бы на время, на время действия коллективного договора. То есть вопрос стоит о том, что вот мы разговариваем, и я вот с вами разговариваю, убеждаю сдать мне свои стипендии половину. И как-то вот я и так убеждаю, и так убеждаю, и красноречием пользуюсь, и приемами разными. Но что-то не получается. Поэтому надо понимать, что так называемая ответственность или, скажем, это партнерство, это больше красивые слова. На самом деле, в силу противоположности интересов работников и работодателей, никакими переговорами, никакого улучшения добиться нельзя. И об этом говорит весь опыт рабочего движения за все время существования, самого рабочего движения, существования капитализма. Но это не значит, что вот эти нормы закона не действуют. Это значит, что если вы хотите чего-то добиться, то добиваясь другим путем своих целей, вы должны устроиться в закон и действовать согласно тем правилам, которые законом установлены. Иначе вас сочтут нарушителями закона, и тогда уже вы будете отвечать за то, что вы нарушили закон. Так вот, что нужно, чтобы работники получили своих представителей, которые законно наделил Трудовой кодекс правом ведения коллективных переговоров. Это стандартная процедура. Надо, чтобы были собраны более половины работников на собрании, или если это их представители, то более половины конференции работников должны проголосовать за вот тех лиц, которые будут, тех работников, которые от имени всех других работников будут вести переговоры с работодателем. То есть первый экзамен, который должны сдать работники, это сумеют ли они провести собрание или конференцию, на которой они смогут уполномочить, там 5, 6, 7, 8 человек, нет никаких там более точных установок, уполномочить на ведение коллективных переговоров. А дальше будет как бы по маслу. Если есть уполномоченные люди, есть соответствующее решение, и удалось собрать собрание или конференцию, то вот дальше руководитель, который получил соответствующее уведомление от коллектива, который не прописан в Трудовом кодексе, но тем не менее он получил уведомление от лица этого собрания, он обязан освободить переговорщиков на срок до 3 месяцев с оплатой по среднему. Как вы понимаете, это серьезно. То есть люди будут 3 месяца вести переговоры, вот эти 8 человек, не заниматься своей работой, освобождены от нее, становятся на время, на 3 месяца профессиональными конфликтологами. И вот эти профессиональные конфликтологи должны, что они должны сделать? Вот надо нам подумать, что они могут сделать. Наивные конфликтологи думают, что вот эти люди, которые уполномочены, будут разные вещи красивые говорить, использовать разные приемы, создавать разные вопросы, требовать то, что требуется по закону. Например, везде прописано, что работодатель обязан давать необходимую информацию во время переговоров, для проведения переговоров. Написано. Как вы думаете, дает? Нет. Они начинают рассказывать, как тяжело, как плохо. Может им действительно тяжело, поскольку они уже там третий остров покупают, или четвертый там где-то в теплых морях. Но, это сложно, конечно, мы эту проблему не научились с вами решать. Но, сколько вот я просто не присутствовал на этих переговорах, многократно присутствовал. Сколько не встает представитель работников и говорит, мы требуем представить нам информацию. Вот вы рассказываете, что у нас ухудшилось финансовое положение. Дайте информацию. Они говорят, не дадим. И не дают. И что вы с ним будете делать? А почему не дают? Тогда надо подумать, а кто представитель будет работодателя? Работодатель, мы уже об этом говорили, это, по понятию юридическому, это лицо. Организация. То есть, директор, это не работодатель. Директор, это представитель работодателя. Или генеральный директор. Скажем, этот генеральный директор от лица работодателя может действовать. Он может уполномочить на ведение переговоров своего первого заместителя. Может просто заместителя. Может уполномочить целую группу. Главного экономиста, юриста организации. Так, вот, директор по режиму и безопасности. И вот такая группа сидит перед теми, кто должен вести с ними переговоры, и доказывает, что это невозможно узнать, невозможно узнать, какое тебе такое тяжелое положение. Я, поскольку присутствовал и был официальным консультантом, то я спрашиваю, ну хорошо, раз вы не хотите говорить, ну скажите хоть, ну вниз хотя бы идут доходы или вверх? Ну, он говорит, примерно на том же уровне. Ой, что я сказал? Директор по режиму. То есть он выдал, как говорится, тайну, что никакие доходы у них не падают. Мне пришлось, например, объяснять товарищам докерам, которых я консультировал, что вам зачем знать, какие есть доходы у вашего контрагента. Вот если вы что-нибудь продаете, да? Вот вы продаете свою рабочую силу. Ну, считай, что вы не продаете рабочую силу, продаете табуретку или шапку. Вам нужно знать, есть у него доходы или нет. Если нет, то пусть не покупает, правильно? Ну как, ну если я продаю свою рабочую силу, вы можете купить – покупайте. Не можете купить – проходите. А тут получается обратное такое, я сказать, что такое заработная плата. Это цена рабочей силы. Кто цену устанавливает должен рабочей силы? Тот, кто продает ее или тот, кто покупает? Тот, кто покупает. Здравствуйте. Кто цену товара назначает? Вы идете в магазин, кто там цену? Вы подпишли, потребитель, покупатель, вы назначаете или тот, кто продает? Продавец. Всегда цену назначает продавец. И только продавец. Вы можете там ему говорить очень – почему у вас так дорого? Такой вы себе жмот и прочее. Это ваше дело. Но кто может, кто устанавливает цену? Поэтому товарищи работники, которые участвуют в переговорах, должны прекрасно осознать, что они продавцы или они представители продавцов рабочей силы. Конечно, в одиночку они продать дороже не могут. Вот вы будете со мной торговаться в одиночку? У вас не получилось. Вы придете, так сказать, всей бригадой. И вот начнете. А иначе мы то, а иначе мы сё, и так далее. То есть тогда вопрос уже другой. То есть вы обязаны продавать? У нас крепостное право исчезло? Исчезло. Кем является директор или руководитель организации? Он же не хозяин-барин. Вот если бы мы сидели крепостные, то выбрали бы тогда уже кто? Моя собственность. Правильно? А раз это моя собственность, я столько что хочу, то могу продать. Могу не продать. Могу с семьей, могу без семьи. Могу с землей, могу без земли. А если я собственник чего? Только средств производства. Только средств производства. А на людей собственности нет. В этом великое значение буржуазной революции и установления буржуазного строя. Вот люди умудряются ругать буржуазный строй. И это правильно. Можно есть за что его ругать. Но не надо забывать о том, что переход от крепостничества к буржуазному строю был большим шагом вперед. И поэтому во всех странах есть право на забастовку. И оно признается. А что такое право на забастовку? Это значит, что если вас не устраивает условие продажи рабочей силы, вы не продаете ее все вместе. Но в одиночку у вас этот номер не пройдет. Вот вы одна не согласитесь с такой ценой, а там уже за вами. Знаете, как сейчас очередь стоит граждан из других республик? Сразу целую очередь. Раз, вас быстро заменят. А когда это речь вот о коллективе, причем о специалистах, а не о том, о тех, кто подметает просто двор или что-то поддерживает или, так сказать, передает кирпичи. Если речь вот о серьезных рабочих, которые имеют высокую квалификацию, их не найдешь. Скажем, все станочники там 5-го, 6-го разряда, они сейчас на вес золота ценятся. И их берут с руками. Ну а если это будет только третий разряд или второй, у меня, например, первый, если у нас школа была средне-политехническая, мы три года работали по два дня в неделю на заводе. Я вот работал токарем, и мне выдали бумагу, токарь, первого разряда. Но если бы это был бокс или борьба, это было бы здорово, первый разряд. А что такое первый разряд рабочего? Первый разряд больше я ни у кого не видел, только у меня есть. Потому что после ПТУ получают третий разряд, третий, второго уже не получают, третий. А чтобы иметь разряд 5-й, 6-й, ну надо быть виртуозами. Это нигде вас не научат, это нужно самому научиться так работать, чтобы вы могли выпускать детали. Вот я как-то был, лекцию читал на Балтийском заводе, и мне показывали, где идет изготовление вала грибного, на который устанавливается винт, и корабль плывет. Вал с такой точностью, что там ничего не дрожало, не вибрировало, потому что от него зависит все движение корабля, вот этот основной вид. Он длиной 4 метра. Вот надо 4 метра выточить его, и нигде не отойти от этих самых долей миллиметра, которые заданы в задании. Вот человек точит, точит, 3 метра 65 сантиметров проточил, и дальше запорол. Следующий заход 3 метра 70 запорол, следующий заход 3 метра 90 запорол, и так далее, и так далее. И был один человек на Балтийском, один, который точил эти валы. Больше никто не мог их вытащить. То есть это вот люди, ну от Бога. А другой начинает, ничего не получается. Так что, вот это вот очень большая проблема. Так вот, эти самые представители, с одной стороны, представители работников, вот они могут вести переговоры, им позволяет Трудовой кодекс, с другой стороны, представители работодателя. Кто направляет представителей работников коллектив, хоть его слово не написано, коллектив, но пишут обычно работники. Ну как бы все работники этого работодателя, имеется в виду. Вот они выделяют этот состав переговорщиков. С другой стороны, те переговорщиков, которых направляет директор или руководитель, предприятие организации, а организация является работодателем. Сам директор не является работодателем, не считается юридически работодателем, а работодатель – это организация. Ну вот теперь встает вопрос, во что упирается вот это проведение переговоров. Для начала в то, что как собрать этот весь коллектив, чтобы избрать представителей. Где вы и когда собираетесь их избрать? Ну вот сейчас это сложно, потому что есть, во-первых, 8 часов рабочее время, а потом идут сверхурочные работы. Два часа они должны оплачиваться в полтора раза, но их сплошь и рядом не оплачивают в полтора раза. А потом идут сверхурочные часы, которые должны оплачиваться в войне, после первых двух часов. Тоже они оплачиваются. Вот у нас недавно была забастовка короновщиков в Казани. И выяснилось, что нигде ни одному короновщику не платили сверхурочно, как положено по закону. Как вы думаете, кто-нибудь ответственность понес? Никто. А забастовка была там, как бы и не забастовка, а просто люди, поскольку они короновщики, имеют право остановить работу, если не соблюдены требования техники безопасности. И вот они остановили, и работодатель пригласил штрихбрекера. То есть человека, который полез на кран, залез, включил, и кран упал. У нас в Ленинграде крановщики рассказывают, что два крана упало, и одного человека с 18 этажа смакнуло. Видите, как это идёт? С базьёй, так сказать, стрела, крана. И всё, что хочешь, может произойти. То есть краны не отрегулированы, тысячу всяких нарушений. Эти нарушения, вместо того, чтобы устранить, говорят, давай-давай, некогда, давай, работай. Продолжай. Поэтому вот это большая проблема современная. Ну, и вот вроде бы хочется поговорить тогда по этому поводу. Раз такая есть хорошая картина, что у нас есть трудовой кодекс, у нас есть отношения социального партнёрства, у нас есть представители работников, которые надо ещё получить. А как их получить? Вот как вы будете получать? Вот как вы можете сделать, чтобы у вас были представители на заводе? А если там трёхсменная работа? Вы соберёте одну смену, будет одна треть. Не получилось представительства. Вторую смену – ещё одна треть. Третью смену – ещё одна треть. Какие тут? Что тут нужно сделать? Или вы будете организовывать конференцию работников. Какой-то должен быть инициативный комитет. Потому что сама по себе конференция не собирается. Кто-то должен её собрать. Кто-то должен установить норму представительства. Какую надо норму установить? Ну, какой вот инициативный комитет берётся из трёх человек? Он может установить такую норму. Если это большой завод – один от тысячи. Если там семь тысяч человек, вот семь человек соберутся, и будет законная конференция. Один от тысячи. Но чтобы был один от тысячи, надо тысячу эту собрать. Тысячу вы можете собрать? Это директор может собрать, ничего не стоит. Они на работе находятся. Но во время работы можно проводить собрание? Нет. А если после работы люди остаются и выполняют сверхурочную работу, когда вы будете проводить? Какие варианты есть? Что вы будете делать? Вариантов, на самом деле, очень мало. Надо сказать, что это, так сказать, непосредственная, можно сказать, демократия. А есть опосредственная – через профсоюзы. Если профсоюз включает более половины работников, что сейчас очень большая редкость уже, он не более половины, а менее половины, тогда он может профсоюзную конференцию собрать. Дескать, всё равно он представляет более половины. Поэтому решение профсоюзной конференции или профсоюзного собрания достаточно для того, чтобы выделить представителей, которые будут вести переговоры. Но сейчас это упирается в то, что или это профсоюзная организация, которая идёт на поводу у работодателя, или это отсутствие такой профорганизации, в которой было бы больше половины работников. Или отсутствие вообще профсоюзной организации. А если мы возьмём самую крупную профсоюзную единицу, какая есть в России, это Федерация независимых профсоюзов России. Как вы думаете, какую позицию это Федерация независимых профсоюзов России занимала по поводу пенсионной реформы, которая у всех будущих пенсионеров, в том числе у вас, отобрала почти 900 тысяч рублей. Я вам в прошлый раз называл такую цифру по 2018 году, посмотрел в компьютере, на 2019 год. Сейчас уже средняя пенсия подросла, и поэтому порядка 880 тысяч не получат люди за эти 60 месяцев, которые означают отнятые у работников 5 лет. 5 лет – это по 12 месяцев, 5 на 12 – 60. И вот тот, кто должен был бы защищать Федерацию независимых профсоюзов России, она выставила своего заместителя, своего председателя, председателем является Шмаков, Федерации профсоюзов. А вот некто Исаев, заместитель председателя, одновременно является активистом Единой России и выступал в Думе с закладом, с предложением о пенсионной реформе. Как раз он и предлагал от фракции Единой России. То есть он на двух креслах сидит. Одновременно и заместитель председателя Федерации профсоюзов России, это представительство работников, правильно? И с другой стороны, он заместитель председателя фракции Единой России. То есть, а это партия работодателей. И вот этот человек олицетворяет собой так называемый приводной ремень от партии Единой России, буржуазной партии к массам. И поэтому какой-то особенной надеждой на профсоюзе сейчас нету. И есть профсоюзы, которые защищают интересы работников, а есть профсоюзы, которые являются инструментом как раз наоборот, защиты интересов работодателей. Для этого подкармливаются профсоюзные руководители или запугиваются профсоюзные руководители. Разные существуют средства и разные бывают работодатели и представители. Поэтому вот такая проблема. Вот вы конфликтологи, вам нужно, чтобы разрешить эту проблему, хотя бы переговорить, еще не доводя до конфликта. Надо же представителей получить. Как вы будете получать? Как вы будете получать представителей? Как будете решать свою проблему, которую я обозначил? Вы же конфликтолог. Вы уже профессионал, уже третий год. Все. Установление. А? Установление. Установление, но конфликтолог же. Ну, это лучше, чем в прихождении. И вот, значит, какие есть из опыта к этому пути решения. Значит, есть такое. Во-первых, надо очень тщательно готовить это мероприятие, собрание или конференцию. Тщательно готовить, это значит продумать, как можно сделать так, без нарушения закона, и так, чтобы все вы выполнили, и нельзя было потом это оспорить. Значит, если у вас, берем худший вариант, трехсменная работа, но есть время обеденного перерыва. Обеденный перерыв – это чье время? Это рабочее или свободное время? Обеденный перерыв – это рабочее время или свободное? Свободное. Вот вы в свободное время обязаны делать что-то такое по работе? Нет. Вы думаете, есть бутерброд. Можете, вот, взять, запивать его водичкой. А можете чай вскипитить. Там чайники могут быть на работе, да? А можете в это время, кушая, бутерброды запивая, все, обсуждать вопросы. кого направить на переговоры. Вот вы обсудили, направили, бац, и у вас есть решение собрания вашего первой смены. Ну вот и ваша первая смена, это 1,3 работников, правильно? Значит, какие есть приемы, бюрократические приемы, это решение этой проблемы. А вы составьте протокол только с единой повесткой дня для всех смен. Протокол такой, председатель, секретарь, присутствовало всего работников стока, присутствовало столько, большинство данных, чтобы присутствовало на собрании, присутствовало столько, и обсуждали вопрос направить, а вот кого направить, это должно быть, все должны проголосовать за одних и тех же. Вот эти кандидатуры предварительно обсуждаются, и потом выносятся на такое формальное голосование. Значит, вот первая смена уже проголосовала, протокол готов. Он не готов, чтобы его куда-то нести, но он готов, он есть. Одна треть проголосовала за Иванова, Петрова, Сидорова и Степанова. Собирается вторая смена в обеденный перерыв. Приходят представители инициативной группы, если в это время он не работает, тоже проблема тут есть, потому что это он, или он из другой смены, он не пошел спать, а пошел проводить собрание. Или он приехал специально, ему вечер надо, а он приехал утром. Но если вы хотите чего-нибудь добиться, то надо приложить усилия, правильно? И вот он, вторая смена, тоже принимает решение за тех же сам. С того, пишется протокол, там другой председатель, другой секретарь, а тематика та же самая. Потом третья, если это разные подразделения, а не смены, а просто их там может 20 подразделений, значит в 20 подразделениях надо провести эти собрания с одной и той же повесткой. А потом взять все эти бумаги и составить единый протокол, сложить сколько присутствовало на собраниях, на всех. И получится всего в собрании, называется собрание по подразделениям, участвовало 100 работников. То есть работников. Надо, чтобы было больше половины. Второе, за это выступило больше половины присутствующих. В итоге, когда посчитали по всем подразделениям, все, и значит вот у вас есть документ. То есть у вас есть итоговый протокол, а к нему приложены протоколы по подразделениям. После этого вы выражены и пишете письмецо директору генеральному уважаемому Ивану Ивановичу. В соответствии со статьей такой, Трудового кодекса Российской Федерации, прошу провести переговоры со стороны работников. В переговорах, переговорной группы будут такие-то, такие-то, такие-то. Слесарь Иванов Иван Иванович, Петров Степан Степанович и так далее, всех перечислили. Просим освободить этих товарищей, этих работников от работы с оплатой по среднему на срок до трех месяцев. На время, на период переговоров. Надо не сделать такой ошибки на время переговоров. Вот я сейчас с вами переговариваюсь, а как вот закончится занятие у вас, и вы убежали. А если на период вы освобождены, это значит, вы сейчас не сидите на переговорах, а вы общаетесь с теми, с кого вы представляете. А кого вы представляете? Вы представляете работников, правильно? А раз представляете вы работников, вы должны обходить все эти. Вот теперь-то вы можете, имея время, которое вам дало государство, имея время, имея зарплату, вот вы за эту зарплату идите и обходите, и докладывайте. Сегодня встречались, или себе что-то предложить, и хотим получить наказ от вас. Вот так действует, не так действует, все это обсуждают. Рассказывают о ходе переговоров. Как показывает практика, переговоры ведутся обычно, ну, два часа в неделю, непосредственно переговоры. А все остальное время, так сказать, представители работников должны ходить по бригадам, подразделениям, сменам, и рассказывать, что там происходит, и обсуждать с ними, что дальше говорить, и как действовать. Ну, давайте забежим. То есть, можно это дело организовать. Не так просто, но можно. Вот организовали. Теперь, сплошь и рядом, сплошь и рядом, работодатели, представители работодателя не хотят освобождать работников от работы. Вот докеров всегда освобождают, они знают, что иначе докеры пойдут в суд и будут трясти это все. Поэтому, а вот в других организациях, например, я вот хорошо знаю Николая Павловича Французова, который был много лет председателем профорганизации агропромышленного профсоюза хлебозавода Сестрорецкого. Ни разу не освобождал их директор для проведения операции. Ни разу. Но если этот закон нарушен, можно обратиться в суд. Вот, можно обратиться в суд, поскольку это нарушение прав работников. Лучше всего, если, так сказать, это дело сделает профсоюз. Нет профсоюза, значит, могут отдельные лица, поскольку они считают, что их права нарушены. Вот ваши лично, вы лично чувствуете, что вот у вас ваше право нарушено. И вы тоже лично, и уже два иска, и третий иск, и четвертый иск, и так далее. Поэтому попадает уже в невыгодное положение работодателя, его представителя. Это очень важно. Иначе, если у вас не будет времени, вы не будете представителем, вы будете формальным представителем, якобы, вот я представляю. Так вы должны каждые переговоры докладывать, о чем шла речь и к чему привело. Ну, я думаю, что если мы подумаем немножко на тему, вот три месяца ведут эти переговоры, с удовольствием, так сказать, с вами представители переговариваются, потому что пока с вами переговариваются, никакие ваши предложения, вроде повышения зарплаты, сокращение, так сказать, вредной работы, улучшение условий труда, увеличение отпусков, никакие эти требования, ваши просьбы и предложения не принимаются, а с чего бы им принимать? Вот не обязан же директор соглашаться с этим? Не обязан. Поэтому вот тут-то как раз, когда идут переговоры, это самое место, что ни на есть, коллективные трудовые споры. То есть есть разногласия. Директор или его представитель стоит на своем, вы стоите на своем, права ваши признаны, вы можете отстаивать их, три месяца вам еще и зарплату платят представителям, и спорьте. И вот идет этот самый спор. Чем этот спор заканчивается, как вы думаете? Как вы думаете, можно ли убедить добровольный человек отдать деньги? Ну, вот я думаю, что это должны надо понимать все хорошо. Тем более, скажем, нынешние представители бизнеса, это люди очень хваткие денег, чтобы они вот так вот и кому-то отдали деньги, которые у них были, а теперь, значит, часть надо отдать. Но это невиданно, не слыхало. Поэтому надо понимать, что эти переговоры чем кончатся? Нет, не ничем. Переговоры надо закончить составлением протокола разногласий. Как пишется протокол разногласий? Протокол разногласий по переговорам, посвященных тому-то, 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 да? По каким вопросам? По вопросам, допустим, заключения коллективного договора. Вы в коллективный договор вписали все, что вы хотите. Все, что вы хотите, чтобы у вас улучшилось, пишите в коллективный договор. Надо запомнить одно самое важное правило. В законе записано, в коллективном договоре не может быть положения, которые ухудшают положение работника по сравнению с тем, что имеется в законе. Зачем этот ваш коллективный договор, если у вас нет улучшения по сравнению с тем, что написано в законе? Правда? А ухудшить нельзя по сравнению с законом. То есть, который ухудшает, нельзя делать коллективный договор. Который не улучшает, не нужно, потому что зачем, если в законе. Хотя, если вы начнете анализировать многочисленные договора, коллективные, которые составляют люди, особенно те, которые заключают организации Федерации независимых профсоюзов России, вы увидите, что там, сплошь и рядом, имеет место следующее. Переписывается, вот отсюда есть Трудового кодекса, нормы. И это вроде как и полезная работа. Вот если бы вы начали, скажем, такую работу вам надо было сделать, взять и отсюда переписать многое. Вы бы это запомнили, может быть, лучше. Но само по себе это ничего не дает, потому что смысл коллективного договора именно в том, что он улучшает положение работников по сравнению с тем, что имеется в законе. А если он не улучшает, то зачем тогда он нужен? Он не нужен вообще. А раз он улучшает, то есть раз, если вы составите такой проект, то он улучшает и серьезно улучшает положение интересов работников, то вот что говорит опыт рабочего и профсоюзного движения и нашей страны, и других стран, и за всю историю. Никогда серьезное улучшение положения работников не осуществляется без забастовок. Никогда. В той или иной форме. Забастовки бывают самые разнообразные, мы отдельно об этом поговорим. Но, чтобы вот мы сидели, говорили, и я вас убедил отдать мне 15 тысяч рублей, ну не знаю, как вы думаете, достаточно для этого красноречия? Не достаточно красноречия для этого, для того, чтобы кого-то убедить. Вот есть всякие мошенники, которые иногда по улицам ходят и что-то там выпрашивают или говорят, давайте сыграем с вами. Они умеют убеждать. Но, в принципе, скажем, у серьезных людей, а, скажем, руководители предприятия все-таки серьезные люди, у них, чтобы изъять большую сумму денег, не получится. А к этому сводится для работодателя коллективный договор. Раз у вас там больше зарплата, надо смонтировать новые установки, не такие вредные для работников. Надо обеспечить, скажем, необходимое помещение для отдыха, надо туда поставить холодильник, чайники, кофейники, все то, что необходимо для того, чтобы мы могли отдохнуть и прочее. И во время работы там, коротковременно. И если вот это записано все в коллективном договоре, то это упирается во что? В расход. А раз упираются в расход, то кончаются эти переговоры с составлением протокола разногласий. Но это очень важно, записать такой документ, уметь его записывать. Вот мы, допустим, вами спорим, спорим, давайте запишем, в чем у нас разногласия. Вот мы можем с вами очень сильно спорить, но констатировать, и вы, и я можем одно и то же, что я вот так считаю, вот так. Мы это-то можем подписать? Давайте подпишем, что вот у нас есть разногласия, и они вот в этом выражаются. Как он пишется? Номер по порядку и положение различные. С левой стороны позиции работников, с правой стороны позиции работодателей. Или наоборот, это не имеет значения, правда? Две колонки. Вот по каждому вопросу, вот позиция работников с объяснением, почему, кратко. И вот позиция работодателей. Кто дает объяснение? А тот, кто выдвигает. Если это позиция работников, пусть тут кратко в три строчки работники напишут, почему они считают такое предложение вновь. Работодателю отказать. Почему? Тоже он работодателю, пускай напишет. Но вы не можете его заставить. Ну, не хочет, не объясняет. Тогда получится, что он без объяснения отказал. Тоже плохо. То есть этот документ очень... Он констатирует, до чего дошло состояние, так сказать, переговорное состояние, до чего дошло в течение трех месяцев, в течение которых идут переговоры. А на самом деле, вот если говорить тут уже не на юридическом языке, а на языке той борьбы, которые ведут в сторону, у нас же что такое конфликт? Конфликт это противоречие сторон, обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот надо, чтобы люди в течение трех месяцев на них ходят и все спрашивают. Ну, как там у вас на переговорах? Ну, как там? Добились, не добились? И вот закончились переговоры, так ничего и не добились. И что дальше? Ну, а теперь, значит, надо уже не разговором добивать, а чем? А что еще есть у работников? У работников есть одно. Они не обязаны в любых условиях работать. Не обязаны. Потому что у нас непринудительный труд. Вот когда начинают говорить, у нас в Конституции записано право на забастовку, в 37-й статье. Ну, это записано, это записано, во всех странах буржуазных записано. Что это означает? Что вы не находитесь в личной зависимости от директора, от начальника, да? А вы свободный человек. И не на любых условиях вы готовы работать, но вот на тех условиях, это вы же продаете рабочую силу. Мы готовы. По одиночке мы будем за малое деньги продавать, а все вместе за большие. Это понятно, да? Монополия позволяет. Монополия уже на собственников рабочей силы позволяет поднять цену. А катеринщика ничего не добьется, а одиночка. Если он какой-нибудь неуникум, вот если он такой вот уникальный токарь, что только он может это вытащить, но он может и сам добиться, без всякого коллектива. Но это так редкость. А мы сейчас говорим уже о коллективных спорах. Поэтому что должны сделать эти вот люди, которые выдвинуты на переговоры? По такому внешнему виду законов юридических, кажется, что они должны договориться. Практика, как говорится, борьбы работодателей и работников, поскольку их интересы противоположны, говорит о том, что эти вот люди, которые были в переговорной группе, должны у всего коллектива изжить представление о том, что работодатель, добрый дядя, который согласится и ваши требования реализует. Вот вы должны рассказывать, как идут переговоры, что вы говорили, что вам говорили, и чтобы у людей была твердая совершенно картина того, что никто не собирается улучшать вам ваше положение. И никакими разговорами этого вы не получите. Вот итог, который можно... Вы сейчас сказали, что ничего, какой результат? Вот результат такой. Это должно твердое убеждение быть уже у коллектива, что надо переходить от коллективных переговоров к чему? Ну вот у нас тут написаны коллективные трудовые споры. На самом деле, то, что мы называем переговорами, это и есть коллективные трудовые споры. Надо переходить не к коллективным трудовым спорам, а от коллективных трудовых споров надо переходить к подготовке забастовки. И вот эти переговоры надо и рассматривать как подготовка забастовки. Еще несколько лет назад в Трудовом кодексе было записано, что наличие протокола разногласий является основанием для начала коллективного трудового спора. Потом, так сказать, как у нас говорят, законодатель, то есть государство, подумало и решил это выкинуть. И выкинуло их отсюда. Поэтому вот вы составили протокол разногласий, и что? А ничего, поговорили. Если хотите начинать коллективный трудовой спор, а это такое замаскированное название забастовки, пожалуйста, начинайте все сначала. Собирайте собрания опять по коллективам или конференции. На этих собраниях выдвигайте своих представителей. Только это уже будет не для переговоров, а представителей куда? Это забастовочный комитет. И вот эти представители в забастовочной комитете, они будут вести переговоры. Потому что и во время забастовки нужно проводить переговоры. Потому что вопрос о забастовке урегулирован. Во время забастовки надо переговариваться. Сначала будет, если вы пройдете эту процедуру, а процедура какая? Ну вот сначала надо решение об избрании проведения забастовки и об избрании забастовочного комитета провести на конференции или на собрании. Так же, как я рассказывал. Если надо, поколлективно. Долгая история, может быть, пока вы это все оформите. Если вы это не оформите, у вас будет незаконная забастовка. А вот за незаконную забастовку можно наказывать. То есть, вот вы не работали, а вы не оформили забастовку. Значит, вы прогульщик. А раз вы прогульщик, я вас не за то, что вы забастовку делали, а за то, что вы прогуляли. Раз и уволил. Мы не уволили, предупреждение. Выговор сначала объявил. А потом уже уволил. Со второго раза. Систематическое нарушение. Вот. Вот так. Ну вот для того, чтобы в это дело не попасть, для этого нужно это соответствующим образом оформить. И опять здесь нужно больше половины. И решение должно быть принято. Избран забастовочный комитет. И вот дальше, вот согласно процедуре, которая установлена законом, не может уклониться. То есть, как не может? Не имеет права. А может, конечно, может. И может и уклоняться. Он обязан сесть за стол переговоров. Независимо от того, нравится ему, не нравится. Вот тут он уже обязан сесть за стол переговоров. И опять вот этих забастовщиков. Время переговоров надо освобождать. Но это уже тут другой вопрос. Он может... Можно их и не освобождать. А можно и освобождать. Во всяком случае, они будут свободны, если начнется забастовка, они будут свободны. Все будут свободны для переговоров. Переговариваться с кем хотите после этого. Сам вот процесс такой забастовочной процедуры очень краткий. Очень краткий. И он очень быстро пройдет. И когда состоится выход на забастовку. Но это процедура. И всякое нарушение этой процедуры означает, что раз вы нарушили процедуру, то вы можете быть наказаны. Вот сначала выговор, а потом может быть и уводение. Если будет второе нарушение. Поэтому все это нужно делать очень аккуратно. И это от работников требуется, от рабочих требуется такого знания этого закона, этих всех норм и строгого соблюдения. А иначе... Хотя существует... Кроме вот таких оформленных забастовок, забастовки не оформлены. Вот те же самые казанские корновщики, сейчас они не остановились. Они по факту все остановились. Вот все башенные краны. А значит все стройки остановились. Потому что что можно сделать без башенного крана, если он не работает? Что там? Там вот кастарбайтеры. Они там что-то... Кто-то месил, витон, кто-то кирпичи клал, кто-то заливал, или утеплял, и так далее. А все они теперь ничего не делают, потому что, допустим, четыре крана на стройке, вся стройка остановилась. Четыре крановщика. А четыре крановщика могут остановить работу. Почему? Вот они пишут бумагу, акт. Знаете, как пишется акт? Умейте писать акт? Вот вы видите, что я делаю? Надо вам зафиксировать то, что я делаю, как факт. Что вы делаете? Вы пишете акт. Вот мы трое собираетесь, трое, тройками. Не менее трех человек. И пишете такой документ. Вот такой в жизни пригодится. Вас куда-то не пустили, куда обязаны пустить. А вы тогда встаете и втроем пишете акт. Мы ниже подписавшиеся фамилиями отчества три человека составили настоящий акт в том, что сегодня такого-то числа, такого-то года, месяца такой-то гражданин совершил то-то, то-то и то-то. Это не важно. Вы никакой оценки этому поступку не даете. Это не оценочный документ. Это документ констатация факта. Совершили то-то-то-то-то-то. И дальше подписи. Произошло то-то-то-то-то-то. Дальше подписи все трое подписались. И несете этому товарищу, который это все нарушил на подписи. А вы разъяренный, я вам приносил, будете подписывать? Он говорит, нет, не буду. Хорошо. Припишем. Дальше. Гражданин такой-то, который я свою фамилию не назвал, но находится на службе, на работе и обязан представляться. Свою фамилию назвать и подписать настоящий акт отказался. И опять трое подписывает. Трое снова. То есть вы один раз подписались под актом, а теперь подписались под тем, что отказался, тем, про кого это так. И вот этот документ надо уметь писать. Его можно предъявлять прокуратуру, Рострудинспекцию, суде. Но везде, где вам нужно доказывать, что был такой факт. Потому что, если вы скажете мне, что было такое, а я что вам скажу, если я жулик, что я вам скажу? Не было такого. Что вы такое тут наговорили? Вы начнете выговорить, и я и вам скажу, что не было такого. Еще соседка у вас сидит. Вы тоже будете это говорить? Не было такого. А вот вы краем скооперируете и про меня напишите, что было. И составите это так. Его во всех инстанциях принимают как доказательный документ. Ну, это как бы небольшой, так сказать, опыт, но его надо иметь в виду. Или вот есть 142-я статья, которая является способом разрешения конфликта по невыплате зарплаты. Там расписано, что нужно делать, если вам не выплачивать зарплату. Вот наши многочисленные миллионы наших трудящихся не знают, что нужно делать. А почему они не знают? Потому что вы задухнули, они не читают. У нас конфликтологи не читают, а что вы хотите, чтобы трудящиеся читали? И вот в этой 142-й статье написано, что если вам не выплатили зарплату, вот сейчас идет в Ногинске под Москвой остановка работы, как бы забастовка стихийная работников хлебозавода Ногинского, которым за три месяца не выплачивают зарплату. Три месяца люди работают, а там в горячих цехах работают люди, там где выпекают хлеб и так далее. И не выплачивают зарплату. Что нужно делать? Вот нужно во-первых выдать и выждать, чтобы эти самые были 15 дней. Вам никто не обязан чаще выплачивать, но меньше 15 дней еще могут, а вот больше 15 все, сейчас два раза в месяц выплачивают зарплаты в 142 статье написано более 15 дней, но не надо быть питанным, выйдет, давайте выждем 18 дней. Да? Загадком. Вот 18 дней не выплачивали, а должны были не более 15. Вы написали соответствующий документ. Какой? 142 статья говорит, надо написать документ на имя руководителя о том, что приостанавливаю работу. на период до выплаты зарплаты. Вы останавливаете работу или приостанавливаете? А? Приостанавливаю. Приостанавливаю. А если остановите? Все, капец, можно потом не начать. Ага, видишь, она останавливает, если остановит, так и застановку. Работу, как это вы остановили работу? Нарушение трудовой дисциплины, а приостановка? Пауза. Это пауза. Как? У нас же договор, да? Я вам плачу зарплату, вы работаете. Я вам не плачу зарплату, вы? Ну пока, приостанавливайся работу. Вы же не расторгаете договор. Вот если вы расторгаете договор, скажите, я от вас ухожу, я на вас не работаю. Ну, это другое дело. А если вы только приостановили, сидите и читайте трудовой кодекс. 142 встатью он приходит начальника, а сидят все, потратили 150 рублей, купили трудовой кодекс 142 а что вы делаете? Да вот читаем 142 статью, а что там написано? А там написано, что как вот приостановили работу. Ты что, вы прекратили работать? В ни в коем случае, мы приостановили. Приостановили. А когда начнете? Как? Сразу как только вот будет одна сторона свои условия выполнить, выполнит, денежки заплатят, тут мы сразу раз и начнем дальше работать. Более того, в этой статье 142 очень хорошей. которая появилась после очень больших стихийных убастовок, которые были связаны с невыплатой зарплатой в течение полутора лет. Это было в 90-е годы. И это кончилось тем, что пошли рабочие в Сибири на Транссибирскую магистраль, сели и остановили поезда. И после этого на них завели уголовные дела. А потом поняли, что если они эти уголовные дела пусят в ход, то вот эти товарищи, у которых дети без еды и семьи голодные, они возьмут тогда железные трубки и будут по-другому разбираться с теми, кто нарушил такое грубое нарушение законодательства. Поэтому все уголовные дела были закрыты, и появилась такая статья. У нас за невыплату зарплаты уголовная ответственность. Есть ответственность уголовная за невыплату зарплаты установленный срок. И вот товарищ Рогодин, вам известный, который строил космодром Восточный, возбудил 20 с лишним дел уголовных, что есть невыплаты зарплаты строителям космодрома Восточный вовремя. То есть это статья действующая. А что должны сделать по этой 140-й статье после того, как вы написали такую телегу, чтобы приостановились работать. Дальше что вы будете делать? Я представитель работодателя. Что вы будете делать? Взять на рассмотрение. Что? Взять на рассмотрение. Взять? Так она у вас. Что ее брать? Рассматриваете? Сидите дома и рассматриваете сколько хотите. Вы не собираетесь мне ее подать? Собираетесь? А я не возьму. А у меня вот секретарь. Вот видите, она секретарь. Вы к ней придете, она скажет, Михаил Васильевич занят. А вы второй раз придете, он скажет, Михаил Васильевич на совещании. Третий раз что вы скажете? Михаил Васильевич работает с документами. Четвертый раз придете, он слушает, он разговаривает по телефону и так далее. Готовит приказ. Зачем существует секретарь? Зачем? Секретарь существует, чтобы... Да это ладно, вы рассказываете. Вы кому рассказываете? Чтобы защищать конфликтологию. Существует, никто не доходил до директора и не мешал ему заниматься тем, чем он занимается. А чем он занимается не ваше дело. Так? Как он считает, что это не ваше дело. Так вот, какие существуют средства, законные решения такой проблемы? Значит, если у вас не берут бумагу, что надо сделать? Составить акт. Ну, составили, дальше что делать? Уйти. Ну, остались у вас бумага и акт. Я рад за вас. Но вы собираетесь решить проблему, товарищ конфликтолог, вот вы? Или вы хотите просто акт составить, вот я констатировал, что меня бьют. И вас еще бьют, вы еще раз акт составили, меня бьют. Третий раз вас бьют, третий акт, меня бьют. И все? Вот такие борцы у нас. Или вы что-то будете делать? Что будете делать? Обращаться куда? А? Обращаться куда? Куда? На перимство. Сказать? Что? На почту надо обратиться. На почту надо бумажку принести и отправить заказным письмом с уведомлением об обручения. А вот уведомление можете простое, чтобы вам не ходил, вас не будет дома, придет почтальон, потом уйдет. А вот само отправление заказное. И эта почта работает, в этом смысле очень хорошо. Вам принесут, бросят в ваш ящик уведомление о том, что вручено, и там будет написано, вручено там секретарю-директору или директору, вам-то все равно. Вам не важно, кто. Вам важно, что оно попало. Кому? К работодателю. То есть такой проблемы, у меня был такой разговор с прокурором в Сесаревске, Сесаревске из курортного района, дежурным, говорит, нет, мы сейчас вас не можем, от вас не можем это принять. Ну, хорошо, говорю, я сейчас зайду за угол на почту и отправлю вам. Ну, ладно, пойдем, мы тебе поговорим. Он все равно, то есть он думал, он избавится от назойливого посетителя, ну, избавиться не только себе дороже. Потом еще можно сказать, что он отказался принимать, пришлось писать. Поэтому на почту не надо, не надо пока еще ни до какой прокуратуры, ни до какого, на почту. И пока вы вот эту свою бумагу о приостановке работы не послали, не получили о том, что получило руководство, приостановить работу или нет. Работу когда нужно приостановить? Когда у вас будет бумажка о том, что работодатель уведомлен о том, что вы приостановили работу. Вот как только бумажку получили, сразу приходите и уже приходите в хорошем, в хорошей одежде, с книжечкой вот этой и читаете. И вот здесь сидят и считают. А что вы считаете? Да вот, читаем. Что должен сделать работодатель согласно 100 сортовых статей? А что он должен сделать? Это сказка, поэзия. Что он должен сделать? Выплатить зарплату, наверное. Нет, это не просто выплатить зарплату. Он должен вас письменно уведомить, письменно. Прислать вам бумажечку или принести. Вот тут уже он должен побегать. Уважаемый Иван Иванович, сообщаю вам, что завтра вам будет выплачена зарплата и прошу вас завтра выйти на работу. Приступить к работе. Прекратить приостановку и приступить к работе. И вы с хорошим настроением приходите, получаете зарплату и работаете. и все. И вот несмотря на то, что это все написано и хорошо написано и хорош статья. Вот ходят люди, голодовки делают. Чего только они делают. Голодовки, остановки. А потом вот остановят работу, а потом опять начинают работать. А что вы работаете? Вам уже все равно не выплатили зарплату. Иди отдыхайте. Деньги вам идут. Вот если вы забастовку сделаете за время забастовки платят? Нет. Если предыдущую забастовку не было такого требования в результате пока для окончания забастовки только по одном, что вы за дни забастовки должны заплатить. А если такое было, если будет вновь забастовка, то в связи с тем, что вы не обеспечили, так будьте добры мне платите. Но это уже требование. Если требование заключается, ну тогда да. А если нет, это так вам за забастовку не платят. А вот за приостановку работы, Кто? Должна идти зарплата, вам идёт и идёт зарплата, а вы сидите, читаете. Всё умнее и умнее, становите просвещеннее и просвещеннее. Можно капитал Маркса читать, он толстый. Это прочитали, закончил человек, читаем капитал. Хочу стать капиталистом, читаю капитал. Тоже хорошо. Это вот, так сказать, вопрос называется, урегулирован. То есть люди, если пользуются вот этим, этой нормой, они эту проблему решают. Если не пользуются, ну конечно, по этому поводу незачем организовывать забастовку. Вы просто работу не остановили, а приостановили. Видите разницу? Ну что такое, если я приостановлю лекцию? Я тут приостановлю и... Вот он записывает как раз, как я её приостановил. Но я прекратил приостановку, продолжу. Что-то в чём тут? Ни какой-то забастовки нету. То есть без нужды не надо из приостановки делать забастовку. Это серьёзное дело, это отдельный вопрос. Но переход к другим формам... Мы же говорили с вами, что такое конфликт. Это противоречие, обострившись до такой степени, что сила аргумента заменяется аргументами силы. Как это может быть выражено в чём? Ну, это может быть выражено в следующем, например. Вот люди говорят, мы объявляем забастовку. Никаких процедур не совершают, ничего. Вот что я вам рассказывал. Переговоры там, процедуры, ничего. Ничего не знают, ничего не знают. Говорят, объявляем забастовку. И никто не работает. Что по этому поводу говорит закон? Закон говорит в Турал. Незакон и забастовки. Кто может признать забастовку незаконным? Я, генеральный директор, если я могу сказать, что ваша забастовка незаконна? Нет. А вы мне сказали, а вы кто такой, Михаил Васильевич? Я говорю, как, я генеральный директор. А вы чё, прокурор? Вообще-то суд только может решить. Вы что, вы подали в суд? Нет? Подавайте. Когда суд решит, тогда будет незаконным. У нас вопрос о законности и незаконности забастовок решает городской суд. То есть вы вот остановили сегодня работу, не работаете, и приходит работодатель и говорит, что у вас? Забастовка. Только она незаконна. А вы что, судья? Идите в суд. И послали его в суд. А здесь вот, если вы будете читать вопрос о незаконных забастовках, для чего нужно внимательно читать, тщательно читать? Там написано, что работники, начавшие забастовку, признанную судом незаконной, обязаны приступить к работе на следующий день, после вручения решения суда о признании забастовки незаконной, органу, который возглавляет забастовку. Понятно? Вот вы объявили, что вы забастов... Объявили, сказали, мы постоим, ничего не делаете. Я прихожу, говорю, почему вы не работаете? У нас забастовка. Я говорю, так она незаконная. Идите в суд. Я пошел в суд. Выиграл в суд. Тем более вы никто не явились. Вам вообще ничего не научит. Идите себе и ничего не делаете. Идете, когда будет решено. После решения суда кто должен найти этот орган, который возглавляет забастовку? Судебный приступ-исполнитель. Я прихожу и спрашиваю вас, а где у вас этот сидит орган, возглавляющий забастовку? Где он у вас сидит? Где он? Не знаете? Вы тоже не знаете, где он сидит? И вы не знаете? Я походил-походил, а у меня время до 6 часов. Я судебный приступ, тут наемный работник. Я в 6 часов ушел. Завтра приду. Завтра приду и начинаю тоже спрашивать. А вы не знаете, вот вы, может, вы знаете, где этот сидит орган, который возглавляет забастовку? Они говорят, не знаю, может, в подвале, может, на крыше, может, в кафе где, может, и забастовка. А сколько мы знаем? Это раз. Во-вторых, а если это у вас так получилось, забастовка психийная, есть орган, который, может, этого органа-то нету. А вы обязаны приступить к работе на следующий день после вручения, а некому вручать. И где ваши обязанности? То есть никаких обязанностей у вас нет. То есть вы можете находиться в состоянии забастовки по факту. Потому что вас должным образом не организовали уведомления. Надо же уведомить орган возглавляющий. Ну вот, если бы я на месте работодателя был, я бы сказал, вот всех бы собрал. И сказал, раз вы не знаете, кто возглавляет, все вы и возглавляете. Вот я вас всех информирую. И на следующий день прошу завтра приступить к работе. И тогда уже, если завтра не приступить, я буду наказывать. А без этого ничего нельзя сделать. Или другой вариант. Мы же еще раз разбираем случаи, как конфликтологи. Не такие, что бумажки написаны. А такие случаи, как и в жизни бывают. А в жизни бывают такие случаи, не платят зарплату. И вот вдруг, где-то случай тоже из практики. Большой цех, 600 человек останавливают работу. Вот пришли утром все на работу и сидят. У своих станков на рабочих местах все. Ничего не делают. Даже не считают ничего. И кодекс не считают. Ничего не делают. Час проходит, два. Начинают бегать мастера. Потом начальники участка. А что делаете? Дзем зарплату. Приходит начальник производства. Так. Вы что делаете? Вы работать будете? Что надо отвечать? Что бы вы ответили? Вы работать будете? Вы захват платить будете? Не надо никаких условий. Ну что вы так вот... Это вопрос. Да не надо такие вопросы. Я справлюсь. Вы работать будете? Будет. Вот молодец. Он будет работать. А вы вот склоченную заняли позицию. А он будет. Когда? Когда? Вот вас ваше. Когда вы будете работать? Как только вы выплатите захват. Не, это правильно, но не так красиво. Когда поем? Ну так поешьте. Так вот, вы выплатите зарплату. Я поем и буду работать. Хорошо же? Да. Мягкая. Правда так? Надо. Ну нельзя. Зачем вот такую драку, конфликт. Берут какие-то камни, дерутся. Нет. Надо все очень культурно. Поем и буду работать. И сидят 600 человек. Никто не ругается. Ничего плохого слова. Не говорят, дайте нам зарплату. Ничего не говорят. Да, кстати, а не можете дать нам взаймы до зарплаты? До зарплаты. Суммы нашей зарплаты. Мы пойдем поедем, будем работать. Уходит сразу. Приходит генеральный. С ним тоже разговор. Заходит сторонник. Что вы делаете? Ждем зарплату. Да не будет зарплат. Не знаю. Может будет. К вечеру привезли. Привезли. Потому что это, как всегда, нет денег. Это стандартная отговорка. У кого нет, на что нет. На что-то есть, а на что-то нет. Эти же самые деньги и расходятся на что-то другое. Это называется, а есть другой способ. Вот, товарищи докеры практиковали. Существуют определенные правила техники безопасности. Нужно очень аккуратно действовать, чтобы не было никаких аварий, не было никаких наездов на людей. Вот, например, был такой случай в нашем порту, когда на большом погрузчике, который возит, трехэтажном, который возит по высоте, который возит эти самые контейнеры, огромные, двадцатифутовые, поехал докер с достаточно большой скоростью, сбил ограждение, которое было. И упал на лед, и утонул этот докер, и этот погрузчик, и все. Поэтому, вот с целью безопасности, завтра приходит руководство на работу и видит, знаете, кино смотрели замедленное? Только хорошие работники могут так делать. Все тоже делается, что как всегда, но очень медленно. Это почему вы так делаете? Почему вы так делаете? Ну, когда Камерин делаешь, то делаешь это более аккуратно. Зачем? Чтобы не произошло несчастных случаев. Да, вот, вот он схватил. В целях безопасности. Ну, как вы можете требовать, как можно с этим спорить? В целях безопасности? Рассказывает председатель правкома, это ОПКТ, сержант. Стоим мы с генеральным директором у окна. И вот, говорит Александр, у нас сегодня акция. Ну, вот, приучаем людей к безопасной работе. А тот смотрит и все так, как в замедленном. Кино. Да я вижу. Скорость. Какая должна быть? Ну, конечно, все. Давай, 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 давай. А тут нету никого. Давай, давай. Нету. Все строгое соблюдение. Это забастовка? Нет. Нет. Боже упаси. Какая забастовка? Да даже и подумайте о ней. Никакой процедуры, ничего. Или существует, вот обычная практика какая там. Те же самые докеры выполняют нормы процентов на 160, 170, 180, 180. И вдруг акция проходит. Акция. Ну и работает в субботу и в выходные дни. Так, в субботу не работаем, в выходные, да и вообще в выходные дни не работаем, сверхурочно не работаем. Кто сверхурочно работает, штык-брекер. Так, нормы выполняем на сколько? Было 168. На сколько будете выполнять норму? Сейчас у нас особый режим. Ну на сколько вы будете выполнять норму? Не знаю. Че тут не знать? На 101 процент. Если будете меньше чем 100, значит вы нарушили. Не выполняете норму, наказать могут. А больше зачем? Вам же не платят. Ни требования не выполняют. С какого? Зачем вы так симулируете своего работодателя? 101, ну 102, 103 процента. Нормально будет. Не 168, а 102, 103. Вот если вы поедете в Автово, там вы увидите виадук. Виадук построен в связи с тем, что когда вот так докер работали, все затоварилось. Там идут вагоны. Эти вагоны перекрыли этот просвет с тачек. И для того, чтобы это в следующий раз так не проходило, город построил виадук. Переезжать через эти самые вагоны. Потому что, ну, все работали помного, а теперь работают по норме, как надо. И все. Никто же не обязан их рочно. Вот, скажем, член правкома, товарищ докер Тимофеев, бегает по причалу и кричит, ты чего пришел так рано? Чего пришел, приперся? Тебе сказано было, за 3 минуты приходи перед началом, а ты пришел за час. Зачем? Ну, а так начинали раньше делать. Это же все как обычно. А тут конфликт. А как там? По-другому действуем. Ничего плохого не делаем, но действуем по-другому. Уже не аргументами словесными, а аргументами силы. Ну, как куда вы денетесь? Он не обязан приходить раньше. И не обязан норму переуполнять в такой степени. Тем более не обязан сверхурочную работу делать. Ни дневную, ни в выходные дни выходить и так далее. Еще один вариант, который эквивалентен забастовке, не требует никакой процедуры, которая тут вся расписана. А вариант такой. Нынешняя работа связана с техникой. Техника относительно исправна, как известно. А в чем-то неисправна. И абсолютно исправной техники практически не бывает. Вот вы должны. Не так, что вот приехал утром, сразу что-то там подделал, сел и поехал. Нет. Сел и сначала напиши дефекты какие есть. Потом вызовешь дежурного следствия и пусть устраняет. И сидешь, ждешь. Спрашиваешь, ну когда ты отремонтируешь? А он сегодня говорит только, когда-когда? Там же сложно, многое еще надо сделать. Ну хорошо. И сидит. И так все сидят. Потому что вы обязаны на неисправной технике ездить? Нет. А если вы на неисправной технике поехали, это не является ли грубым нарушением вообще норм? Вы ответственность будете не сеять и поедете на неисправной технике, молодой человек. Так что даже не надо там призывать кого-то. Как вы можете... Поэтому никто это все сразу понимает. Никто ничего не требует. Потому что кто будет... Давайте у меня письменное распоряжение, чтобы я на неисправной технике поехал. Давайте сюда. Давай, давай, давай его сюда. Пиши. Пиши, я сейчас поеду. Но кто будет отвечать, если я кого-нибудь задавлю? Кто будет? Давай бумажку. Нет. И что? Ну, вот начинается этот ремонт. Он может продлиться до обеда. Что надо делать? Освободился до обеда. Что надо делать? Обедать идти. А потом? Ну, не надо никуда уходить с рабочего места. Рабочее место. Вы же ждете, ждете, когда отремонтировать. Ждете. Волнуетесь. Ну, пока читайте книгу. Книга – источник знаний. Любите книгу. У вас же есть непрочитанные книги? Считайте. То есть, вариантов очень много. Есть и варианты, так сказать, шахматного порядка. Есть такие подразделения, а все связаны на производстве. Вот это производство. Одно это остановится, а все не работает. Потом это заработало, второе остановится. Опять все не работает. Это заработало, третье остановится. А причины каждый раз разные. То ли с техникой что-то не в порядке, то ли зарплату не заплатили и так далее. То есть, если на переговорах, вот, вы три месяца беседовали и, так сказать, убедились, что ничего. Если так товарищ не понимает, значит, ему это уже самое. Вот то, что написано в протоколе разногласий, это документ очень хороший. Ему, пока он это вот не выполнит, то, что там требуют работники, ему вот будет такая-то неделя. То есть, в одиночку эти вещи сделать нельзя. Одиночку уволят, да, или девушка. Ну, сначала выговор, потом уволят. А куда вы денете коллектив? Никуда вы его не денете. Но еще нужно подумать, чтобы во время таких вот действий, когда вы, если вы не находитесь на своем месте рабочем, могут привести штрикбрейкеров. Например, в том же порту есть такая организация «Морской резерв». Вот это люди, которые не защищены никакими нормами, повышенными в коллективном договоре. И эти люди, которые особенных прав не имеют. И пришли заменять докера в тапочках. Но докеры сидят на своих местах, и никто не думает с подгрузчика сходить. Если я сижу вот на стуле, если вы меня тронете пальцем, то что будет? Ну, что будет, если меня тронете пальцем? Уголовщина будет. Нельзя меня трогать. А если вы подумать, меня стащите со стула? Не, не, не. А если это у меня стул погрузчика, так сказать, кресло соответствующее? Или этого перегружателя, этих контейнеров? Сидите и совсем не обязательно кого-то прогонять. Просто не надо свое рабочее место кому-то отдавать. Это ваше рабочее место. Вы ждете. Это вы как бы, у вас все справедливо. Вы ждете, когда будет выполнено то, что должны выполнить представители другой стороны. Вы выполнены, у вас вообще никакого нет такого настроения, что-то не делать. Наоборот, чертовски хочется работать. Правильно? А сижу. А чертовски хочется работать. Вот так вот он выглядит. Вот это, вот пока идут эти все переговоры трехмесячные, вот надо это все обдумать. И все варианты, потому что вы должны заранее знать, что никогда этими переговорами ничего не решается. И хоть и говорят, что там можно найти медиатора, там середину. Какая середина? Середину будут бить за другой стороны. Знаете, как кто вмешивается в конфликт? Страшное дело. И поскольку эти вот конфликты, о которых мы с вами говорим, они самые серьезные и самые глубокие. И которые охватывают миллионы людей по всему миру. Миллионные. Мы что говорим, о конфликтах в Ленинграде на одном заводе или мы говорим о конфликтах, которые есть на всех заводах, на всех предприятиях капиталистических по всему миру. По всему. А если это не капиталистические предприятия, там тоже могут быть конфликты, там тоже могут быть такие же формы каких-то остановок. Другое дело, что там никаких запретов на действие трудящихся нет в этом смысле. Вот так выглядит вопрос о переговорах, которые мы поставили, о коллективных переговорах. Коллективные переговоры это такая форма, оболочка для подготовки к тому, чтобы переходить к тому, что называется коллективные жадовые споры. Споры, но так красиво называются, забастовки у нас на самом деле. Потому что пока споры, в буквальном смысле слова, мы их вот сегодня рассмотрели. Это споры. Но уже когда мы стали их рассматривать, уже мы увидели действие, которое не является спорами. А вы ничего и не спорите, сидите и ждете, когда будет зарплата. Зачем спорить? А что спорить? Вы же знаете, что вы правы? Вы же работали. Зачем вам с кем-то спорить? Вы просто сидите и ждете, когда я принесу вам зарплату. Ну раз я не приношу, так вы и не работаете. Зачем спорить? То есть как бы вопрос о спорах, он растворяется. Но это все называется в бумагах. Коллективные, трудовые. Это тут еще переговоры. Переговоры и есть споры. А когда начинаются так называемые споры, это значит идет уже подготовка забастовки и осуществление забастовки. Будем считать, что мы вопрос о спорах как таковых. Ну вот социально-трудовых спорах или коллективных трудовых спорах как спорах разрешили. А вопрос о забастовках, о коллективном договоре, который не бывает без забастовок, он у нас не рассмотрен. Мы будем это рассматривать далее. Значит, что я вас спросил, уже говорил. Значит, заходите на сайт Фонда Рабочей Академии. Там есть проект коллективного договора докеров. Очень хороший. Вот. Лучше прочитать один этот хороший коллективный договор, вы больше узнаете, чем много книг прочитаете. То, что он действовал сначала три года, потом еще три года. Это до семнадцатого года, там написано до четырнадцатого года, но он еще три года действовал. Ну а потом заходите на сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии, там висит, написано прогрессивный и коллективный договор. Тоже этот же договор, тоже и компании, первый контейнерный терминал. И там новый договор, который сейчас действует, коллективный. Который, ну как известно, кажется, что все новое и хорошее, но он хуже, чем прошлый. Потому что не удалось, так сказать, активно действовать и добиться такого же уровня требований, какие были в прошлом коллективном договоре. Более того, если нормативные акты, обычно вот закон издали, пока не отменят. Да? А вот коллективный договор, он действует всего на три года. И если вы новый не приготовили, еще более выгодный для работников, то, возможно, у вас будет обрушение всех этих благ, которые были записаны. Поэтому написано, что он может быть продлен еще на три года. А продление автоматом не происходит. Продление происходит тоже в ходе борьбы. А если вы предложили на порядок более выгодный для работников договор, но работодатель скажет, да ладно, пусть остается, пусть продлевается. Поэтому так просто его не продлишь. Вот такая картина. Так что вот просьба познакомиться с этим. И мы будем говорить далее в курсе о требованиях работников. Но есть требования одиночные, а есть комплексные. И вот эти комплексные требования, они записаны в коллективном договоре. Коллективный договор, в отличие от нынешних всяких акций, которые что-то люди протестуют. Вот я протестую, что я голоден. И что дальше следует из этого? Давайте и вы будете протестовать, что вы голодны. А вы, что вы кофе не выпили, будете протестовать. Протестуйте. А вы против чего будете протестовать? Против нашего протеста будете протестовать? Вот, это очень хорошо. А вы против всех протестов будете протестовать. И всех, кто протестует. Но сейчас закончатся наши занятия, и все пойдут по своим делам. Почему? Потому что протест – это чисто негативная вещь. А требования – это сугубо позитивная вещь. Куда вы направились, туда и идёте. Поэтому надо в этом смысле, скажем, тот же трудовой кодекс, он на порядок, на голову выше, чем уровень наших братцев, которые протестуют, не выдвигая ничего своего, ничего не требуя. А просто говорит, вот мы против. Да, заходите, пожалуйста, мы закончили. Спасибо за внимание. Заходите, заходите, все, закончили, да. Мы просто вас ждали. Ага, ой, спасибо. Еще в такой темноте. Но у нас ясность, а то голова. Понятно. Все, 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 смотри. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok